Привет, я Дима, а там за моей спиной летит экстремал Эрик. И сейчас он ударится головой об дерево. К счастью, парень жив. А был бы еще здоровее, если бы прыгал с горы в виртуальной реальности. И пока весь мир обсуждает счастливчика, у нас есть новости поинтереснее. Как Pokemon Go пытается поднять популярность? Зачем социальной сети Instagram VR-технологии? И кто крадет идеи у приставки PlayStation? Китайский производитель Xiaomi создал виртуальные очки. Вот они. Ничего не напоминают? Правильно, они точь-в-точь похожи на шлем для консоли Sony. У Xiaomi уже есть одни виртуальные очки, которые похожи на кошелек, потому что застегиваются на молнию. На этот раз компания решила вдохновиться чем-то посерьезнее. Скорее всего, виртуальным шлемом PlayStation VR. В итоге новые очки от китайского производителя получились дешевой версией популярного виртуального шлема. Смотрите сами, крепление такое же, разве что спереди нет светящихся элементов. Наверное, пожадничали на лампочке. Одно радует, стоит Mi VR всего 30 долларов. А еще имеет датчик движения и контроллер. Жаль, он создан для смартфонов, а к PlayStation не подходит. Тогда бы он сам стал самым популярным в мире. Немножко подсмотрели идею у конкурентов и создателей игр для HTC Vive. Так в Steam появилась игра, которая очень похожа на популярный VR-хоррор для виртуальной реальности Sony. Until Dawn Rush of Blood. Не верите? Смотрите сами. Напомню, вот игра для Sony PlayStation. Сюжет таков. Едете себе по американским горкам и отстреливаете всякую нечисть, пока не надоест или не случится сердечный приступ. А это уже игра для Viva. Все та же каретка, темные горки и всякие мерзкие уродцы. Может я придираюсь, но мне кажется, что плагиат налицо. Хотя игры, конечно, немного отличаются. Монстр для Viva не такие страшные, зато качество погружения самого шлема лучше. Так что выбирайте сами, что вам больше по душе. Видимо, чтобы таких игр-близнецов было поменьше, студия Hammerhead выпустила приложение сразу для всех шлемов виртуальной реальности. Их новое творение будет доступно для Oculus, и для Viva, и для Sony. Вот это я понимаю, щедрый подарок. Кто не в курсе, Hammerhead — это те самые ребята, которые когда-то сделали VR-эксперимент под названием Abbey VR. Про робота-маньяка. Теперь же они придумали не менее страшную игру под названием Сирен. Это головоломка с красивой графикой. Сюжет довольно интересен, чем-то напоминает обитель зла. В лаборатории по созданию сирен мутантов что-то сломалось, и они выползли наружу. Нужно выбраться из логова, пока сам не стал монстром или тебя не съели. Погружение в мир сирен намечено на 2017 год. Ну а пока ждем новых игр, можно вспомнить и про старые. Например, про всеми позабытую Pokemon Go. Тем более, чтобы хоть как-то вернуть популярность, создатели подготовили интересные обновления к Хэллоуину. В период Хэллоуина в разы увеличиваются шансы встретить страшненьких покемонов, типа Дрозьи, Гасти, Зубата и других. За каждого пойманного покемона тренер получит 6 конфет, в два раза больше, чем обычно. Кроме того, профессор будет давать тренерам 2 конфеты вместо одной за каждого переданного ему покемона, а за покемона Бадди 4 конфеты вместо одной. Даже не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Это будет первое игровое событие в Pokemon Go, приурочено к какому-либо празднику. Кстати, согласно опросу в Японии и США, на Хэллоуин почти каждый пятый шьет себе костюм покемона. Особенно популярен Пикачу и Ратата. В Хэллоуин Инстаграм, наверное, будет пестрить одними только покемонами с зомби-героями отряда самоубийц. Кстати, социальная сеть наконец-то заинтересовалась виртуальной реальностью. И пообещала придумать что-нибудь эдакое. Пока Фейсбук вовсю пользуется привилегиями виртуальной реальности и даже разработал свой собственный шлем, Инстаграм только начинает подумывать о подобном опыте. Генеральный директор Инстаграм Кевин Систром рассказал, как именно собирается использовать VR. Мы хотели бы подарить людям возможность оказаться в любой точке мира за несколько секунд. Например, надеть шлем и тут же очутиться на концерте группы Coldplay. Посещать демонстрации и акции протестов. Или просто присутствовать на свадьбе друзей. Вот что мы хотели бы создать. И я думаю, что виртуальная реальность сыграет важнейшую роль в том, чтобы наши мечты сбылись в этом плане. Возможно, совсем скоро мы сможем смотреть видео и фото в формате 360 градусов в этой сети. И даже получим одноименные виртуальные очки. Когда это произойдет, пока неизвестно. Для тех, кто как раз хочет знать о новинках и событиях в виртуальной индустрии первым, готовится интересное событие. Причем ехать в Америку, Китай или Японию не нужно. Все случится прямо здесь, в Москве. 30 ноября уже в третий раз в столице пройдет AIR Conference. Это мероприятие, посвященное виртуальной и дополненной реальности. Гостей ждут конференции от лидеров отрасли, в том числе зарубежных. Эксперты обещают поделиться секретами ведения нового бизнеса. Также в рамках AIR Conference состоится экспертная сессия, где молодые стартапы смогут представить свои идеи и получить полезные советы. В общем, будет интересно и профи, и любителям. Так как на площадке не обойдется без развлечений, новейших виртуальных шлемов и увлекательных игр. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А если вы хотите не только смотреть на виртуальные гаджеты и игры, а хотите попробовать их сами, то приходите в наш клуб и попробуйте. Кстати, у нас есть Sony PlayStation VR. Всем отличного настроения, пока! Субтитры сделал DimaTorzok